Потому что отношения внутри еврейского народа – это семейные отношения. И понятно и очевидно, что именно состояние дел в семье является определяющим с точки зрения актуальности, что ли. Чем лучше, богаче и среднее живут люди, тем менее актуальны обостренные такие аспекты давания дзидоки, помощи. Илдеизм – это наша семейная религия. Наш народ – это одна большая семья, сильно разросшаяся, но тем не менее не переставшая быть семьей. И именно поэтому мы все взаимозависимы. Понятно, пока мы живем как семья, пока мы все думаем друг о друге, то до тех пор мы имеем право на существование, потому что мы реализуемся в этом своем качестве. И здесь есть место поговорить на самом деле о понятии дзидоки вообще. Мне было крайне сложно готовиться к этому занятию. Я потратил на это два дня, перечитав кучу всего, честно говорю. Мне было очень сложно. Потому что не хочется впадать в патетику, соответственно, вот мне сейчас пришло сообщение, пришлите ссылку. Мне сейчас ссылку присылать очень вовремя. Мне это ломает на самом деле очень сильно ситуацию. Гот. Хорошо. Мне считают, что это меня не сильно отвлекло. Вот. И именно пока мы деремся друг за другом, помогаем друг другу, мы имеем право на существование. Ведь есть человек, который не дает сдоку, он подозревается в том, что его происхождение не еврейское. Имеется в виду, что он не еврей, принявший адаизм. Имеется в виду, что надо проверить, насколько чисто его происхождение с точки зрения арахи. Вот почему. Потому что есть видовые признаки еврейского народа. Это арахмони, большоневые, хасоди. Они стыдливы, они милосердны. И они любят делать добро. И, соответственно, если в кунте не обнаруживается подобного рода вещи, например, незаконнороженные, они наглые и агрессивные. Когда у кого-то нет этого набора свойств, это причина была в свое время, когда были суды, которые были полномочены этим заниматься. Сейчас ни у кого-то таких полномочий нет, поэтому рассуждение сугубо теоретическое. Но отсутствие милосердия, отсутствие не ложной скромности, а стыдливости. Желание себя выпитить и нежелание делать добрые дела, оно на самом деле указывает на какие-то проблемы, которые есть в родославии этого человека. Но это духовные аспекты, в данном случае абсолютно не юридические. Но кроме этого есть еще рассуждение, которое очень просто. Когда человек отказывается помогать другому человеку, другим людям, а именно это и есть добрые дела, все виды помощи людям, которые могут быть. Это называется милос хасодин. У нас есть три термина, которые мы сегодня должны затронуть. Один из них тот, о котором я сейчас говорю, это в минимальной степени, других, он говорит больше. Милос хасодин, да, это делание, причинение, буквально причинение добра. Причинение добра, а делание добра. И милос хасодин, человек, который не занимается, милос хасодин, у которого нет удовольствия и радости от того, что он делает другому человеку добро, он этим самым показывает, что он не воспринимает всех остальных как свою семью. Он как бы выводит себя из народа. Он не готов воспринимать неравных себе имущественно, как часть своей семьи. И этим самым указывает на свое отторжение. И это, на самом деле, очень плохая штука. И наши мудрецы много и тяжело говорили о таких людях. И очень грустно об этом говорили. Теперь, давайте разбираться в терминологии для начала. О чем мы будем говорить? Есть милос хасодин. Милос хасодин – это разнообразные формы делания добра. Это и гостеприимство, это и уважение к старикам, это, естественно, помощь бедным, голодным, нуждающимся в их нуждах и так далее. Это различного рода действия, которые совершенно не обязательно сводятся к деньгам. Ведь известно, что добрые дела можно делать бы губ в бы навшу, бы мамойно. Это физическая помощь, да, там, нарубить дрова, перевести улицу, дать еды. Или бы навшу, что одна из самых редко встречаемых душою, сделать душою доброе дело, выслушать кого-то, проявить эмпатию, постараться облегчить душевное состояние человека, или дать ему хороший совет, потратить свое время и душевные силы. Это тоже форма Гмилус Хасадин, да, и Рэбе из Бостона в свое время говорил, что из всех видов добрых дел, это доброе дело, эти добрые дела сегодня наиболее востребованы и наименее представлены в ассортименте, да, из эгоизма, эгоцентризма людей, индивидуализма их. Есть СДОКа. СДОКа – это сугубо материальная помощь. Материальная помощь во всех ее видах, преимущественно финансовая, потому что этим это легче всего оказывать подобного рода помощь, и она наиболее точно накрывает цели. Но совершенно необязательно. Это может быть СДОКа, которая дана тем, что имеет ценность, а не только сугубо финансовая. И, соответственно, МАСЭР. МАСЭР – это Десятина. Десятина – это подвид СДОКи. Это некая форма давания от СДОКи, у которой есть достаточно узкая сфера, сравнительно узкая сфера возможного применения, и которая имеет четкие рамки, установленные количественные рамки для своей реализации. Грубо говоря, это некий коллективный налог, и мы об этом тоже еще поговорим. Так вот, надо понять, почему ЦДОКи уделяется такое большое значение в еврейской традиции. Никакая другая заповедь не имеет такого веса. Вообще, никакая другая заповедь не имеет такого веса, вплоть до того, что если в Талмуде обсуждается некая заповедь, не говорится, какая и в каком контексте, то это всегда заповедь от ЦДОКи. Стам Митсва, да, если просто упоминание заповеди, это ЦДОК. Теперь, и о ней сказано масса, масса, масса хвалебных вещей, поощряющих, мотивирующих вещей. Трудно найти книгу кого-либо или комментарий кого-либо из великих, который бы не затронул эту тему, который бы об этом не говорил. и перечисляется в волшебные свойства подобного рода благотворительности. И от того, что она спасает от смерти, от того, что она приближает конечное избавление, она целительна для души, она дает человеку возможность разбогатеть, и так далее, и так далее, есть гигантское количество ссылок на это все. И надо понять, почему. Я нашел объяснение этому в том, что написал Алтер-Эбе в Тане. Алтер-Эбе – это, с моей точки зрения, совершенно истинное объяснение, которое расставляется в точке над «и». Все стоят на своих местах. Алтер-Эбе говорит так. Он говорит, наша деловая активность выражается в... Вообще, наша жизнь заполнена деловой активностью, смысл которой в приобретении материальных благ, а точнее денег, на которые эти блага можно приобрести. И понятно и очевидно, что гигантское количество... Все наши нужды мы можем покрыть только в том случае, если у нас есть подобного рода возможность, приобретенная к своим трудам. И мы тратим свою жизнь, время, силы, нервы, здоровье на добывание денег в гигантском проценте от своего существования в этом мире вообще. То есть львиная доля времени, когда мы не спим, не едим, не просиживаем в туалете, она уходит именно на добывание вот этих самых шуршащих бумажек или звенящих монет. И поэтому они являются в каком-то смысле эквивалентом моей жизни. Потому что в них сухой остаток всех моих усилий, затраченных на то, чтобы приобрести вот какие-то материальные блага. И поэтому, когда я этими вещами... Когда я делюсь, грубо говоря, этими деньгами, то я делюсь не деньгами как таковыми, я делюсь именно тем, что на них потрачено. Я отдаю вложенные свои силы, нервы, время, деньги, здоровье, все то, что перечислялось выше. И таким образом я своей жизнью помогаю другому человеку, отдавая ему часть от того, на что я потратил собственное существование. И с этой точки зрения становится понятно мнение наших учителей в значимости цдоки. Почему именно цдока, она настолько велика и многообразна, и почему именно она приравнена ко всем остальным... В чем она приравнена ко всем остальным заповедям? Да, есть несколько сравнений подобного рода наших мудрецов, которые они сопоставляют все заповеди против одной как бы. Она одна стоит всех их. Это изучение Торы, да, скажем, что очень понятно, изучение Торы, оно сближает с Богом и так далее, и так далее. А почему цдока приравнена ко всем заповедям? А именно поэтому. Потому что я на самом деле делюсь своей жизнью с ближним. И этим я реализую замысел мироздания. Я делаю то, ради чего весь этот мир стоит. Это называется Ишуф Улам. И поэтому наш праотец Авраам, скажем, да, и наш праотец Ицфак, они это делали еще до дарования Торы. Потому что когда человек ведет себя подобным образом с другими людьми, то этим реализуется замысл Творца, исходный замысл. Мир становится таким вот в этих минутах, в этих аспектах, в этих точках. Он становится таким, каким он был задуман изначально для того, чтобы существование Бога было в нем явным, что при этом необходимо. Чтобы человек, который это делает, он это делал именно потому, что он выполняет этим волю Творца. Не для того, чтобы почувствовать себя значимым, не для того, чтобы все обратили внимание на его хорошесть, не для того, чтобы воспользоваться этим, добиться какого-то положения, решить какие-то свои вопросы и проблемы, а именно потому, что так это желание Бога. Вот в этом случае, естественным образом, это проявляется. В еврейском народе, как я уже сказал, в отличие от всего остального человечества, которое тоже можно в каком-то смысле, мы все дети Адама, и все дети Ноха, и поэтому в каком-то смысле все человечество – это одна большая семья, но она слишком большая и разнообразная, чтобы это чувство было, чтобы оно было актуальным, по крайней мере, для такого, как я. А вот относительно того, что Тора все время подчеркивает брату своему, ближнему своему, когда говорит о помощи, и перечисляется большое количество разных вещей, и я вас удивлю, есть не только повелевающая заповедь помогать людям, но и запрещающая заповедь, вот я себе написал, вдворим 15-7, не ожесточая сердце свое и не сжимая рука перед ближнему своим, перед братом. То есть человек, который не дает вздоку, он не только не выполняет позитивную заповедь, он нарушает запрещающую заповедь. Теперь. И, как мы уже сказали, вздока – это помощь вообще. Она не имеет максимальных рамок. Она имеет минимальные рамки, но максимальных рамок она не имеет. Сейчас я объясню, что я имею в виду. Человек, любой человек, даже тот, кто живет на пожертвовании, должен давать вздоку. И минимальный размер вздоки – это 7 грамм чистого серебра, 3 шекеля, 5 шекеля. Или эквивалент деньгах. То есть я полагаю, что сейчас это там никак не больше 10-12 долларов. Пересчитайте, вы удобнуете себе валюту в том месте, где вы находитесь. Это тот минимум, который должен дать человеку, которому нечего давать. Вот человек, который живет, который живет жизнеобеспечением, выживанием, должен дать этот день. Понятно, что если у него этого нет, то на нет и суда нет. Но в принципе, это некий вот есть, некий такой минимальный размер. После этого вступает в силу вот то самое, о чем мы говорим. Десятина. Десятина – это 10%. Как явствует это самого название. Масса. И вот десятина, она на самом деле как бы минимальный норматив. Минимальный норматив, то есть это то, меньше всего давать нельзя. Теперь, есть оптимум, который предложен нашим мудрецами. Это две десятины. Пятая часть. Двадцать процентов. Но именно две десятины, я еще постараюсь об этом не забыть и сказать. Теперь. И наши учителя говорят о том, что человек не должен увлекаться даванием, потому что если он будет раздавать больше двадцати процентов, то велика возможность того, что у него не хватит на обеспечение первоочередных нужд и на развитие. Он будет гробить, так сказать, свое собственное дело и так далее. Да? Теперь. Тот же Алтар-Эбе он объясняет еще одну вещь, которая, с моей точки зрения, совершенно принципиальная. Что есть ситуации, когда человек делает добрые дела. А есть ситуации, когда человек да, и выполняет этим заповедь Всевышнего, как было сказано. А есть ситуации, когда человек пытается искупить свою душу. Я вам напомню блестящий недраж о том, как Мойшер-Абейну после греха Золотого Тельца он не мог понять, когда Бог сказал, что во искупление души евреи должны скинуться по полшекеля на строительство святилища, то Мойшер-Абейну недоумевал. Как можно материальным приношением искупить вред и ущерб, нанесенный миру и своей душе человек. И тогда сказано, что Бог из-под престола славы своего, то есть миробрия, если кто хочет, кобыла или душка, да, из престола славы своей, он достал огненную монету и показал Всевышний, Всевышний сказал, да, Всевышний сказал, вот это дайте, да, это дайте, это была огненная монета, то есть чувство, которое вложено в день. Есть одна притча о том, как некий человек пришел к ювелиру учиться мастерству и после этого, после того, как он добился каких-то успехов, так сказать, он собрал все те же самые инструменты и пошел в освоясь уже считая себя мастером, получив все ценные советы и сложил, поставил все инструменты на место, сложил все, сложил руду, кусочки металла, плавить, приготовил все и ничего не происходило. И он в ужасе прибежал к своему учителю и спросил, в чем дело, почему у меня ничего не получает, ничего не происходит. Он ему объяснил, что надо разжечь огонь в тигле, да, чтобы это все начало плавиться. Вот когда у человека нет чувства, когда у человека нет, когда человек пытается пройти по по грани, да, то очень многое из того, что он ожидает, как результат, не происходит. И не происходит именно потому, что на самом деле там как бы деяние всегда самоценно. И человек судится деянием. И даже сказано, что если какой-то человек, у него выпадут деньги просто, и кто-то и возьмет бедняк, найдет эти деньги, они помогут ему выжить, то у этого человека есть заслуга. Да, и даже если кто-то дает оскорбительно, дает кому-то как подачку, оказывает помощь, да, то об этом сказано, что у него его будет судить гигеном, но есть мнение Равина, что и в этом случае все равно деяние произошло. Поэтому его отдельно накажут за хамство, а потом отдельно наградят за доброе дело. То есть вообще, когда мы говорим о духовных процессах, очень трудно говорить что-то однозначное. Мы каждый раз, когда попытаемся вести себя таким образом, выводить некое линейное такое соотношение, формулу такую, мы скорее всего попадем в просад, потому что есть много факторов, которые при этом надо упомянуть, но принципы мы из этого учить можем. Если я обращаюсь к Богу, невзирая на свое состояние плачевное, я жду от него милосердия и добра, я прошу, чтобы моя судьба, она была в щадящем варианте, то об этом сказано, что мы должны управляться Богу. Как он милосерден, так ты милосерден, как он делает добро, так ты делай добро. То есть, если я хочу быть объектом добра, то мне желательно показать, что я воспринимаю всерьез эту просьбу, что я тоже считаю, что вздока, от вздока, пусть вас не вводит в заблуждение абсолютно справедливая идея о том, что человек дающий дает мне свое, и в этом высшая вера. Когда мне серебро, и мне зла, так сказал Всевышний, что Бог хозяин всего, и когда я что-то распределяю, когда мне что-то пришло, оно пришло для того, чтобы что-то произошло. Если я реализую замысл Творца таким образом, то понятно, что я большой молодец. Именно поэтому это называется дздока, не милостиля, что я милость падшим призывал, не жертва, что я от себя отрываю. Хотя все это правда, а именно поэтому дздока, потому что этим восстанавливается справедливость мира. Более того, когда говорит Талмуд, Раби Акива говорил, когда спросили, почему почему необходимо почему Бог сделал бедных и сделал богатых. Так вот, ответ был, что Бог сделал бедных, что богатые могли реализовать замысл Всевышнего, став этим его орудием. Для того, чтобы была милость богатым, которые могут сейчас сделать добро, уподобившись Богу в своем поведении. Я сейчас не буду говорить о бесправлении душ и так далее, и так далее, кого назначает быть бедным. Я говорю о том, что богатство это испытание, которое дает Всевышний. Пишет Рэба в одном из своих писем, помню точно, что это в Илуле, было датировано, не помню какого года, пишет Рэба в одном из писем. Он пишет, что богатым дают возможности для того, чтобы они выдержали испытание. Как любое испытание, это то, что их должно поднять. Но как любое испытание, оно хранит в себе зерна падения, опцию падения. И поэтому человеку дают, чтобы он распорядился, и потому, как он распоряжается, мы уже можем судить о том, насколько оправдано, насколько правильно, то есть мы судить. Мы точно не можем о чем судить. Никто из нас не знает весов Всевышнего, поэтому мы говорим о боге, что он судья истинный, потому что все то, что мы видим, вся взримая часть человеческой деятельности, это как в хорошем айсберге, 90% оно скрыто, а то, что ты видишь, это ничтожная часть. Это касается каждого человека, во всем его многообразии. Это тоже никогда не надо забывать. Но вот это важно, это важно очень понять, что человеку дается для того, чтобы он мог реализовать божественные замыслы. И именно об этом я вам напомню, что Бог сказал об Аврааме, когда было избранничество Аврааму. Бог сказал Аврааму, что я избрал тебя для того, чтобы ты заповедовал сынам твоими, дому твоему, соблюдать путь Всевышнего, творя милость и справедливость. Да, то есть чем оправдано избранничество? Тем, что творится милость и справедливость. А что такое справедливость? Справедливость это когда я распределяю то, что мне дано с этой целью. И я большой молодец, потому что никому ничего не должно даваться во все вложенные мысли, идеи, сердце, внимание, все это оплачено человеческой жизнью. Поэтому это имеет ценность. Имеет ценность только потому, что дорого стоит. Дешевые вещи дешево стоят. То, что легко досталось, как русская поговорка, далеко не глупая. Недорого досталось, не больно жаль. Вот именно поэтому есть ценность истоке, потому что человек распоряжается, как я уже сказал, плодами своей жизни. И поэтому, когда человек хочет искупить свою душу, то пятая часть 20% не предел. Он может давать больше. Если он может давать больше. хотя понятно, как сказал Алтар Эбе, духовное лечение не может быть менее ценно, чем физическое лечение. человек как правило достаточно не скромен в своих расходах для того, чтобы защитить себя от болезни, для того, чтобы избавиться от него. И это касается цдоки вообще. Теперь есть то есть еще раз повторяю. Есть минимальный размер цдоки, который касается того человека, который занят выживанием в простом физиологическом смысле. Есть 10%, который является нормативом, это налог, который возложен. Есть 20%, который считается оптимумом, а есть все остальное, что человек тратит уже для того, чтобы каким-то образом компенсировать свести свой баланс, искупить, исцелить свою душу, когда это не холодное рассчитывание, сколько там это не индульгенция, а когда это замешано на моей попытке что-то исправить из того, что я напортачил раньше, то оно может быть очень и очень действенным. Рамбам пишет, что есть 8 уровней помощи ближнему, которые мы называем сдоби. Высший из этих уровней это дать возможность человеку честно работать и зарабатывать семена жизни. Низший это когда жертвователь дает свое пожертвование с явной и очевидной и оскорбительной неохотой. В промежутке у нас есть все остальное во всем многообразие. Анонимные приношения, причем анонимность может быть обоюдная, она может быть с одной из сторон. Когда человек просит деньги, когда человек получает помощь до того, как ее попросили, когда человек дает не столько сколько должен давать, но при этом дает красиво и как я уже сказал, нижний уровень это когда человек дает мало того, что мало, но еще некрасиво. А даже если хорошо, даже если много дает, но при этом оскорбительно, то соответственно это низший всех возможных уровней, хотя, как я уже сказал, и этого человека тоже ждет его награда за доброе дело, в то доброе, что те добрые результаты, которые были. Когда человек одно из условий, человек может жертвовать что-то в честь чего-то, в память о ком-то, потому что мы не так много можем помочь нашим ушедшим, например, только добрые дела, которые свидетельствуют о том, что они были теми, которые стали мотивацией для доброго дела, служат им оправданиями защитой в суде и возможностью подняться в уровне благоденствия в духовных мирах, в высших духовных мирах. Но говорить, что я дам, если Бог сделает то-то и то-то, это оскорбительно, это неуважительно по отношению к Всевышнему. И есть одна важная вещь, которую надо подчеркнуть, что человек, который дает сдоку, может не хотеть, чтобы об этом знали. Но иногда он обязан сделать так, чтобы об этом знали. Потому что есть заповедь, так формулируют ламут, есть заповедь на форсеп, сделать публичным, сделать общеизвестным имена делающих заповедь. Потому что для очень многих людей расстаться со собственным добром является тяжелым испытанием, иногда мучительным испытанием, особенно если человек стеснен своих средствах или возможностях. И в таком случае заповедь дать пример, как в свое время Нахшон Бен-Аминадав, который первым вошел по горло в воду, для того, чтобы и тогда вода раступилась. То есть показать всем, что как надо себя вести, как делать личным примером. и понятно, что это заслуга такого человека очень велика, и он должен пожертвовать собой, он должен пожертвовать своей анонимностью, то есть опустить немножко уровень, но поднять это в других аспектах. Теперь еще раз очень важно объяснить разницу между сдокой и майсер. Майсер это деньги, которые можно тратить только и исключительно на жизнедеятельность, материальную или духовную. Помогать выжить в духовном смысле или в материальном смысле. При этом тратить их на себя человек может очень ограниченно, надо посоветоваться с Равином, в каких случаях исключительных, уникальных это допустимо, это очень неочевидные вещи, и вообще я вам должен сказать, диапазон мнений наших учителей относительно того, на что тратятся деньги майсера, на что возможно и при каких условиях он очень велик. я вам приведу такой пример. При распределении благ нуждающимся есть принцип близости, то, чем мы руководствуемся, то есть чем ближе к тебе субъективно человек, тем у него право первенства, тем раньше, тем он очередет, первая очередь, чем ближе, тем ближе в очереди на распределение благ. И с этой точки зрения высшая ступенька, буквально высшая, это человек, который тебя учит Торе, твой учитель, который подарил тебе жизнь вечную, дарит тебе жизнь вечную, потом это родители. Теперь, ну, о родителях сказано интересная вещь, что тот, кто из десятины платит нужды своих родителей, оплачивает нужды, ну, жизнедеятельность, выживание своих родителей, ему не видать благословения. Казалось бы, они должны быть в первых рядах, но имеется в виду простая вещь, что если ты это можешь делать не из майсера, то если ты в любом случае, а ты должен по законам почтения к родителям, ты это должен делать в любом случае, то, что ты должен делать в любом случае, нельзя делать из денег майсера. Кроме исключительных ситуаций, когда если ты будешь вести себя иначе, ты просто не сумеешь этого делать. Я помню, я пришел в свое время к своему учителю и долго с ним разбирался, он мне дал разрешение оплачивать жилье моему отцу, съем жилья, потому что дал ему раскладку, он мне дал разрешение. То есть в таких случаях надо советоваться со своим учителем, со своим раввином, да, и для того, чтобы принимать решение. Но принцип все равно остается таким же. Чем ближе к тебе человек, скажем, дети, после шести лет ты им уже с точки зрения закона твои обязанности скукоживаются с каждым годом, особенно после его совершеннолетия и так далее. Есть принятые нормы поведения, но есть требования закона и так далее. Например, на детей, на их обучение и так далее. Нет вопроса, что это можно платить из Майсера, если они старше шести лет. Да, и так далее, и так далее. Есть очень много подобного рода деталей закона, и деталями закона здесь я хотел бы сказать, это важно сказать, мои друзья просили меня устроить, помимо вот такого общего разговора от Доки и Майсере, сделать еще отдельно урок в программе Zoom, чтобы можно было задавать вопросы и получать ответы. Я подсуетился и обратился к Равину Фегину, который в моих глазах является, во-первых, он Даян, он судья Равинского суда, так сказать, дипломированный и так далее, в отличие от меня грешного, которого даже смехи нет. Во-вторых, он понимает деловой жизни, в этом, и я попросил его мне помочь провести вместе с нами урок, точнее, ответы на вопросы в Zoom. И поэтому с Божьей помощью 22-го, если не ошибаюсь, КОАХ, да, КОАХ Ниссан, 28-го Ниссан, или 22-го апреля, в 8-го в 8-го вечера в Zoom, если будет достаточный спрос, если на это будет спрос, Равин Фегин вместе с вашим покорным слугой будет отвечать на конкретные вопросы, так сказать, которые касаются уже конкретного выполнения подобного рода законодательных требований. И поэтому я еще в конце урока я вам об этом напомню, я сейчас об этом говорю, я сейчас вспомнил об этом, говорю, в следующую, то есть в ближайшую среду у нас будет Йонтев, будет праздник, на следующую среду с Божьей помощью, в 8-го вечера мы хотим сделать подобного рода урок в Zoom, если все будут живы, здоровы, только если будет на этот спрос, я отдельно об этом напишу, мне сообщите, пожалуйста, кто хочет, чтобы я знал, что нужно ли это большому количеству людей или нет, выяснять подробности. Так, что я уже сказал, на что можно тратить Маасер. Маасер нельзя тратить на все эти вещи, общее правило, которые ты в любом случае обязан делать. Исключение редки и должно получать разрешение этого вина. Маасер нельзя тратить на то, что не связано с выживанием. например, оплачивать из Маасера освящение синагоги нельзя. Правда, если есть необходимость тратить на освящение Ешивы, можно, потому что, опять-таки, все то, что идет на выживание духовное или физическое, то есть, на изучение Торы или помощь тем, кто изучает Тору, соответственно, дать возможность изучать книжки делать, покупать святые книги, которыми могут люди пользоваться и так далее, и так далее. Все то, что войдет на физическое или духовное выживание. Физическое как-то проще понять. Все то, что необходимо, еда, питье, лекарства, операции, медицинские нужды, гуманитарные нужды, и так далее, и так далее, все это, на это можно тратить деньги Маасера, если это идет на то, что человек, соответственно, сам себе позволить не может. Это достаточно простой принцип. То есть, если у вас есть вопрос тратить на это Маасера или не тратить, то у вас, соответственно, есть несколько таких определяющих вещей. Если вы, например, себе Таустедфилл купить не можете из Маасера. Почему? Потому что вы обязаны иметь Таустедфилл. И тратить на себя Маасер, значит, это просто ваши личные расходы, это не Маасер, потому что Маасер предназначен для помощи ближним. Теперь, так что все то, что вы должны, не Маасер, это не тот налог, который вы должны давать. и Маасер идет, как я уже сказал, на физическое и духовное выживание. Можно оплачивать услуги преподавателей Торы, можно оплачивать то, что применяется для изучения Торы, можно оплачивать возможность для изучения Торы, да, можно давать бедным на кусок хлеба, можно и нужно давать бедным на лекарства, одежду, если им негде преклонить голову, чтобы им было где это сделать, и так далее. Подобного рода вещи, да, они, соответственно, попадают под Маасер, и, соответственно, в полном своем праве распоряжаться таким образом. Я напомню только одну вещь, которая мне была очень важна. Медраш рассказывает, что царю Давиду не дали построить храм, потому что деньги, которые он отложил для нужд храма, он не счел в праве себя тратить на голодающих своих подданных. И поэтому Всевышний обвинил его в пролитии крови и не дал ему построить храм, это досталось его сыну, мудрому сыну Шлому. Да, то есть вы видите, что есть удивительная вещь, что царь Давид, Давид Аменах, псалмопевец, великий праведник и человек, который поднялся до пророческого откровения, да, этот, этот самый царь Давид, он не удостоился права построить храм, ценность которого знал лучше, чем кто-либо другой, ибо воспевал идею храма в своих псалмах, и тем не менее из-за того, что он решил, что религиозные нужды, они важнее, чем накормить голодных, он, соответственно, этого права был лишен. Хотя сделал для этого все необходимое. Это стоит помнить тоже. Теперь, моя бабушка когда-то говорила, что все то, что не уходит на Янкель, уходит на Эйсова. Все, она наидыш, естественно, говорил, что не идет Янкель, идет Эйсова. То есть, то, что расшифровывают, то, что не идет нашему на нужды Якова, второе имя, которого и строили, то идет на нужды Эйсова. Его брат антагониста, который, так сказать, мягко говоря, много испортил крови, и он на его потомке нашим предкам, и мы живем до сих пор в изгнании, которое носит почетное имя Эдома. это еще одно название Эйсова. Или, по-простому говоря, все то, что все эти деньги, которые должны были пойти на ДСДОКу, не пошли на нее, этот налог не был уплачен, эти деньги будут потрачены на оплату лекарств, взяток работникам правоохранительных органов и прочее, прочее, прочее. Это надо помнить, потому что тем-то и отличается Майсер от не Майсера, что Майсер, как я уже сказал, это своего рода налог. И пусть вас не смущает то, что есть разноголосица между нашими святыми учителями о том, что именно, то есть то, что подавать ДСДОКу как таковую, это обязанность из нашей Святой Торы спора нет вообще, и это очевидно, и есть несколько мест в Писании, в том числе непосредственно в Хумаше, в котором говорится о том, что надо давать ДСДОКу, что надо оставлять бедными и так далее, в разных формах, в разных видах, повторяется многократно эта идея, очевидно, из Писания. А вот насчет Майсера есть спор, является ли это непосредственно заповедью Торы, или является ли это установлением наших святых учителей, или является еще, или является святым обычаем, источники которого еще до дарования Торы, который является традицией во все времена и должен исполняться таким образом, не думая секундок свысока. Если сказано, что это обычай, да, это не значит, что его выполнение необязательно. Ведь обычай может иметь, особенно для людей, которые начали выполнять уже это, он имеет статуса бета. Человек, который дает Майсер, он таким образом принимает на себя, мало того, что ей сказано, не бросай, не оставляй сын Тору матери твоей и а для того, что раз эмехо, я забыл цитату, да, обычай отцов и Тору своей матери, да, то есть это писание, это Мишлей, нельзя, нельзя отказываться от обычаев, минокисроль той рову, обычай, еврейские обычаи это Тора, да, есть разные уровни у обычаев тоже, да, но я напомню вам, что второй день праздника, который мы справляем неукоснительные и нарушение которого влечет за собой большое количество санкций снизу и сверху, то есть внизу и наверху, я это хотел сказать, да, это тоже обычай, потому что так делали наши предки, минокоснительные обычаи наших предков в наших руках, это я на всякий случай говорю тем, которые хотят сказать, что раз это обычаи, значит ничего страшного, нет, майсер это вещь, которая, это налог, который был принят на себя нашими праотцами и который был очевидным еще во времена допотопной, как видно там, я не знаю, во всяком случае, для наших святых предков он был очевиден, додолго до дарования Торы и соответственно он имеет обязывающую силу. Вот это вот самый майсер, когда мы говорим о отделении майсера, человек обязан это делать, даже, как мы сказали, если он сам нуждается в дзидоке, но у майсера есть количество, майсер это 10% от прибыли полученный человек. Есть спор между законноучителями, имеется в виду от, только от прибыли, которая у него есть, или от любого дохода, которого этого есть, включая кэрон, то, что называется, да, если, ну, например, если человек сделал тсуву, и на определенный момент он хочет, он понимает, что надо давать майсер, и к этому моменту у него уже есть имущество, у него есть накопленные блага, у него есть там все, что необходимо, теперь, а он до этого майсер не отделял, то есть, грубо говоря, все то, что им накоплено до этого, оно не очищено от налога, да, налог не уплачен, и каким образом это все делается, это вещи совершенно не очевидны для обывателя, как об этом сказано, да, с балабатюм гэбэх да, за тоэре, да, обывательское мнение, но обратно мнению Торы, да, обыватель всегда смотрит, он пытается пройти, как бы сказать, чтобы рыбку съесть, и чтобы не было неприятностей, а я уже говорил, что любая вещь стоит столько, сколько она тебе стоит, что для тебя это значит, да, и этим определяется ценность давания. Я себе тут выписал закон, что если у человека нет денег, он не должен одалживать для того, чтобы давать вздох. Я не знаю, как оценит Бог порыв души, но закон его к этому не обязывает. И есть одна вещь, которая мне была очень-очень важно узнать в свое время. Есть люди, которые не хотят брать помощь, которую им предлагают, или отказываются от помощи, или не просят помощь, тогда, когда они в этом нуждаются. есть история про Рава Салантера, основателя движения Мусар, который к этике поведения относился в высшей степени, бережно, и много сил потратил на то, чтобы этические нормы вошли в сознание широких еврейских народных масс. Так вот, Рава Салантер, когда ему говорили, что тот или иной мудрец или знаток Тора и так далее умер от голода, он всегда поправлял не от голода, а от гордости. Да, потому что у тебя человек, который нуждается, он должен, он обязан попросить о помощи, хотя, опять-таки, если он считает, что он справится и без этого, то тогда, конечно, никто обязательно не может. Но, в принципе, Тора говорит, что существование богатых оправдано существование бедных, потому что они дают возможность им помогать. И об этом сказано, что больше, чем богатый дает бедному, бедный дает богатому. Потому что, честно говоря, награда, которая получается за добрые дела, совершаемым богатыми людьми, эта награда грандиозна. До такой степени, что у нас специально оговорено, что Раби Игуда почитал богатых. Потому что, если человеку даются деньги, то у Бога есть планы на это. Этот человек часть замысла и заслуживает всяческого уважения. Но теперь, очень важно понять, что дзодока, как я уже сказал, размера не имеет, и я объяснил, почему. Но вот майсер это 10%. И даже если ты даешь два майсера, то есть ты удваиваешь свою норму, это тоже выверенные деньги. Надо уметь давать майсер. У майсера есть количество. это 10% это налог или 20%, то есть два раза по 10. Это особый счет. Есть такое замечание, что человек, который небрежно отделяет майсер, который не точен в своем майсере. То есть еще раз поймите меня правильно, я не имею в виду, что человек дающий на глаз больше, чем 20%, что он ведет себя неправильно. Просто 20% это майсер, точнее два майсера, хумаш, хумаш, да, а все остальное это просто уже бэгэдер дздока, это уже попадает в другую категорию. Но налоги надо дать. Это не налоги государству, которое редко бывает справедливо и честно со своими гражданами. Это налог Богу. И к нему совершенно другой подход и честно говоря и возможности следственных органов наверху, они выше, чем следственных органов внизу. Вот. И поэтому майсера надо давать точно, надо знать, сколько идет на майсер. Я не говорю до копейки, но знать надо. Теперь когда надо делать хэшбон? Человек, который получает ежемесячный доход, как зарплату, он каждый месяц должен отделять на майсер. Отделение на майсер не обозначает, что надо тут же эти деньги отдать. Эти деньги могут быть фондом, из которого вы оказываете помощь. И это, кстати, очень похвально, сделать некий ГМАХ, сделать некий фонд, из которого вы можете потом оказывать помощь в случае необходимости, когда к вам обращаются или вы принимаете на себя какие-то обязательства. немедленно отдать эти деньги нет никакой обязанности. Хотя держать их когда-нибудь может пригодиться, это значит их убить. То есть есть золотая середина между этим сам, между этими окраинностями. Поэтому человек, получающий ежемесячный доход, выверенный ежемесячный доход, он, соответственно, должен отделять ему очень просто. Человек, у которого нету подобного рода доходов или у него есть бизнес и он сводит свои балансы ну, скажем так, с достаточно редкой периодичностью, то он должен это делать или раз в полгода или раз в год, а по некоторым позициям он это может делать и того реже, если эта инвестиция на какое-то время он знает что сейчас она убыточна, но потом она будет прибыльна, то, соответственно, эти расчеты тоже должны приниматься во внимание и, соответственно, когда мы говорим от дохода человека, мы имеем в виду в первую очередь то, что ему осталось после расходов, то есть любой человек, ведущий дело, он имеет расходную часть, да, заработная плата сотрудника, опять, те же самые налоги государству, там, или, может быть, не только государству, там, и так далее, и так далее, деньги, которые с него снимают и прочее, прочее, и они, естественно, его доходом никак, то есть его прибылью никак не считаются, то есть он, может быть, эти деньги заработал, но они не его уже в момент получения, потому что от них Майсер, поэтому от них Майсер не отделяют с Майсер